В Кингисепской гимназии побывали педагоги и воспитанники школы искусств. Мероприятие прошло в рамках сетевого взаимодействия двух образовательных организаций. Это очень хороший проект. Две школы договорились о том, чтобы наша школа реализовывает себя. Дети научились играть и хотят показать свою продукцию, чему они научились. А другие дети будут знакомиться с искусством, с народным искусством, с русскими народными инструментами. Потом в проекте, что придут сюда и скрипачи, и пианисты. То есть это просветительная такая деятельность наша. Молодое поколение должно не только хорошо читать, писать, считать, но еще и знать мир культуры. Вы посмотрите, какой интерес вызывает у молодежи сегодня открытие выставок. В том числе и музыкальных выставок. Вот сегодня мы решили, что эта идея должна быть продолжена именно в школьном возрасте приобщить к миру культуры. Впервые состоялось внеурочное занятие, которое имело тему знакомства с оркестром народных инструментов. В зале царил русский дух. Это знакомство учеников младших классов с культурой, традициями, инструментами и музыкой. Соответствие теме наблюдалось во всем. Это и музыка, и инструменты, костюмы, и прически. Даже само название оркестра «Россияне» несло гордость за нашу землю. У девочек мы обычно заплетаем две косички. А костюмы мы выбирали так, как мы русские народные инструменты, поэтому под флаг. Ребята, выступавшие на сцене, были примерно того же возраста, что и зрители. Их значимое отличие – творчество, музыка, духовное развитие. Именно этим юные музыканты хотели поделиться со своими ровесниками, познакомить их с инструментами, заинтересовать и предложить им присоединиться к творческой жизни. Когда нам сказали, что мы поедем на конкурс, мы стали намного чаще заниматься. На выходных приходить, сами занимались. Иногда Фейна Юрьевна даже не знала, что мы занимаемся. Мы собирались, играли, а потом, чтобы ее порадовать, лучше играть. На первой встрече, и далеко не последней, были проведены мастер-классы от преподавателя школы искусств Сергея Пискарева. Он рассказал в подробностях об инструментах, их истории создания и еще больше заинтересовал учеников. Рассказывать о русских народных инструментах, и не только рассказывать, но и показывать, безусловно. Как они звучат, как они звучат отдельно, будут выступать солисты, как они звучат в ансамблевом исполнении и как они звучат в оркестровом исполнении. Я думаю, что ребятам, подрастающим поколениям, россиянам, это будет интересно и познавательно. Ну и, конечно, была Лайка Кондравас. Само внеурочное занятие провела заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии правительства «Душа России», дирижер оркестра Фаина Пискарева. К своему делу она относится с большой любовью, что немало важно для того, чтобы ученик заинтересовался и прочувствовал всю важность и интерес события. Занятие закончилось, цель достигнута, и все остались довольны. В рамках этого сетевого взаимодействия в дальнейшем планируется цикл музыкальных образовательных встреч, мастер-классов и концертов.